сегодня 26 января и сегодня как раз таки первый день временного прекращения того что называется shut down правительство shut down government shutdown трамп закрыл правительство больше чем на 30 дней многие люди жаловались уже что им не хватает денег они если сводят концы с концами вот о этом я как раз хотел поговорить во первых shut down прекращен временно на три недели чтобы демократы и республиканцы смогли договориться на тему стены на тему стены которая находится на границе с Мексикой и которую Трамп хочет увеличить, удлинить не имея ввиду три тысячи километров общая граница тысяча примерно наверное уже не тысяча не тысяча а семьсот наверное семьсот километров уже имеет стену а надо еще много пара вещей которые я хотел бы отметить первое Америка страна в которой очень развит частный бизнес она держится на частном бизнесе правительство небольшая порция среди работодателей занимает небольшой процент если можно так сказать республиканцы хотят чтобы этот процент был еще меньше демократы хотят увеличивать правительство но что мы видим из этого shut down 800 тысяч человек не получали зарплату 800 тысяч человек которых коснулся этот shut down это закрытие правительства половина из них не работала вообще и соответственно не получат зарплату вторая половина работала но зарплату получат только после shut down ну вот видно сейчас они получат чеки за те дни которые они работают о чем можно сказать первое месяц не не работало довольно большое количество людей и ничего не произошло о чем это говорит что может быть и не нужны были эти должности если и так все было нормально я не говорю все но какие то наверняка не нужны поэтому что сделал бы я я бы начал пересматривать вот эти все должности которые существуют которые не работали и смотреть может надо сократить какие то должности это первое второе когда люди стали жаловаться что они и может не быть чем платить за еду для детей как тут часто демократические радиостанции хотят это представить они берут интервью мамаша говорит я не знаю на какие деньги я буду покупать еду детям о чем это говорит по крайней мере мне ну во первых это говорит о том что что правительство и правительственные работы это не лучшее не лучшее место где вообще находиться где зарабатывать деньги многие говорят правительственные работы это отлично у них там такие бенефиты тебя никогда не уволят медицинская страховка почти бесплатная ну то есть там надо конечно доплачивать что то но совсем немного в общем сказки рассказывают а тут что получается месяц вот эти люди они получают зарплату и уже ужас 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 они говорят что им нечем кормить детей то есть зарплаты похоже там такие небольшие что стыд и позор вот то есть зарплаты маленькие то завидовать особо нечем второе о чем мне это говорит что эти семьи которые работают вернее в которых люди работают на правительство должны иметь какую-то подушку большую подушку чем они имеют я не верю в то что люди не могли отложить пять тысяч долларов скажем чтобы оплатить свои необходимые счета за месяц чтобы не было такого ужаса то есть люди живут не по средствам в идеале у каждого человека не важно работает он на правительство или работает он на частную компанию должен быть жировой запас в банке в банке не в виде жира конечно а в виде long and green долларов долларов или валюта которая в вашей стране используется а впрочем можете хранить деньги в долларах тоже тоже неплохая идея три месяца как минимум не три зарплаты а денег которые хватит вам на то чтобы три месяца платить по счетам потому что три зарплаты может звучать как большая сумма но вы может быть каким-нибудь транжирой вы можете жить непосредством у вас могут быть дорогая машина за которую вы платите у вас может быть квартира которая дороже чем вообще-то полагается человеку с таким доходом поэтому три месяца денег чтобы платить по вашим счетам таким образом то что правительство закрыли а сейчас откроют а потом может опять закроют ну как бы это не отражается на обычных людях кто-то пытается подкинуть тему бросить такую тему авиадиспетчеры не будут работать это повлияет на всех не повлияет не повлияет вот TSA это Transportation Security Authority это те которые вас обыскивают при входе в самолет вот это вся все эти толпы людей мол типа как они будут обеспечивать безопасность если закрывать правительство а очень просто эти работы TSA должны быть отданы штатам а не правительству тогда закрытие правительства не повлияет эти работы одним словом закрытие правительства просто еще раз показало насколько насколько хуже любые проявления социализма в в жизни людей в в в в в в в Продолжение следует...